нас идет в открытом радиоэфире сейчас я хочу перейти на студию нас правда сегодня пока только один ведущий это леонид и вы можете участвовать он сейчас объявит тему ну и может быть уже будет вести тему как как проповедь наверное да можно будет так хорошо и напоминаю наш номер телефона девятьсот шестнадцать четыре два девять семь шесть три пять мир вам дорогие радиослушатели братья и сестры приветствую вас любовью господа иисуса христа сегодня господь вновь позволил прийти мне в студию дал здоровья дал время я немножко конечно обескуражен потому что сегодня один но игорь в соседней комнате находится я думаю в любой момент он сможет меня поддержать а самое главное мы знаем что с нами господь я надеюсь что братья может быть задержались это в дороге и они приедут присоединяться и тогда будет немножко для меня легче когда двое и трое естественно гораздо удобнее рассуждать о различных темах но я верю что вы на слушайте вы в эфире и в любой момент можете также позвонить игорь напомнил уже телефон 429 76 35 присоединяйтесь рассуждайте говорите свое мнение расскажите стихотворение то есть все что господь положит вам на сердце сегодня вы также можете сделать и поучаствовать в этой программе но прежде мы совершим молитву и затем будем читать слово божье помолимся дорогой любящий господь я сердечно благодарен тебе за этот день подаренный ты дал нам здоровья ты дал нам разум ты дал нам себя духа святого утешителя учителя книгу библию и даешь еще время благодати когда мы можем вникать в себя учение заниматься этим чтобы готовиться к встрече с тобой эта встреча будет скоро мы понимаем читающие библию понимают что время коротко поэтому помоги нам с полной серьезностью относиться к слову твоему чтобы принимать как письмо которое ты лично каждому из нас написал благослови нас благослови радиослушателей которые будут участвовать сегодня чтобы они помогали мне также вот в рассуждениях над словом твоим и ты сам духом святым руководи нами мы все вручаем в руки твои слава и благодарение тебе за все великому богу отцу сыну и святому духу аминь мы откроем наши библии и первое место которое я предлагаю прочитать порассуждать записанное первое послание петра 2 глава с 19 стиха 1 петра 2 глава с 19 стиха ибо то угодно богу если кто помышляя о боге переносит скорби страдая несправедливо ибо что за похвала если вы терпите когда вас бьют за проступки но если делая добро и страдая терпите это угодно богу ибо вы к тому призваны потому что и христос пострадал за нас оставив нам пример дабы мы шли по следам его он не сделал никакого греха и не было лести в устах его будучи злословием он не злословил взаимно страдая не угрожал но предавал то судьи праведному он грехи наши сам вознес телом своим на древо дабы мы избавившись от греха жили для правды ранами его выселились ибо вы были как овцы блуждающие не имея пастыря но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших я очень рад что брат александр присоединился у меня прям так ободрение вот слава богу что господь побудил его приехать и вот сейчас он тоже откроет библию мы будем рассуждать сначала на эту тему здесь я думаю вы поняли что начало рассуждения начало те о том что богу угодно чтобы верующие люди живя здесь на земле и помышляя о боге рассуждая о боге живя с богом и готовясь встречаться с богом они переносили скорби скорби они ну я думаю каждый из нас не очень охотно она думает о них потому что ну кому охота скорбеть особенно еще здесь страдая несправедливо вот эта несправедливость жизненная она очень часто встречается у нас всегда можно заметить что более сильный даже в детстве более сильные более такие способны физически они огорчают и наносит какие-то скорби менее сильному вот это уже и в школах в детских садиках среди детей мы можем заметить что более сильный ребенок может забрать игрушку у своего товарища может ударить его толкнуть его вот вот такая вот как сказать направление направление человека обижать другого это греховное направление она находится в плоти каждого я думаю вы согласитесь со мной вот первые первая книга бытие два брата казалось бы вот дружная семья должна быть но получилась ситуация и один из братьев восстает на другого брата имея может быть преимущество в силе имея можно сказать вот ну такую напористость вот обиженность он начинает нападать на своего брата и в результате проливается первая кровь и вот это эти несправедливости они встречаются в нашей жизни повсеместно особенно в тех странах где мы жили до приезда сюда россия украина узбекистан казахстан любые места сейчас называется страны снг раньше был один советский союз верующие очень много имели страданий я имею ввиду наши деды отцы бабушки матери и эти страдания были именно за бога когда они помышляли о боге когда они желали жить по слову божьему и со стороны коммунистов было преследование гонения увольнения с работы притеснения в институтах и естественно несправедливые верующие всегда были трудолюбивые и сейчас они трудолюбивые потому что господь учит нас трудиться быть честными но несмотря на все старание быть честным и трудиться честно всегда мы видим со стороны вот тьмы со стороны вот этого зла на земле те которые живут с богом они переносят скорби как мы относимся к этому ну можно слышать ну даже сейчас здесь в америке мы живем не секрет иногда бывает беседуешь и в беседах даже к сожалению пожилые братья и сестры очень много ну как плачутся жалуются вот так нас не понимали здесь не понимают и вот все что то не так и и все что то не хватает и где-то обидели нас вот и вот несправедливо и ну смотришь понимаешь да действительно они страдают и естественно им больно они плачут но наряду с этим встречаются истинные как вот слово божье здесь обозначила истинные христиане которые страдая за имя христа и там в странах снг и здесь какие-то моменты вот они это переносят с благодарным сердцем это конечно нелегко но я думаю брат александр он понял ту тему которую мы начинаем я даю ему возможность присоединиться брат саша пожалуйста страдания несправедливые страдания как мы к этому относимся вот и как в наше время бывает у нас тоже вот такие моменты страдания пожалуйста мы я хочу тоже приветствовать радиослушателей вот и сказать что мир вам хочу присоединиться к этой беседе сегодня утром мне ну пришел звоночек ну и одна сестра с нашей церкви брайской церкви я не буду называть фамилия говорит что ее обижает соперница я не знаю ну тоже сестра и вот она на нее говорит как бы неправду и ходит к служителям и говорит жалуется говорит неправду и она со слезами такими я не знаю что мне делать я наверное не буду ходить церковь или я мне придется написать письмо и ну как бы власть имущих привлечь к этому делу чтобы она не имела права ко мне там или где я нахожусь приходить до двухсот метров есть оказывается в Америке такой закон и самое главное что в Америке оправдывается тот кто подал заявление даже он будет может быть неправ виноват но его будет рассматривать как обиженного не как обидчика ну я выслушал так немножко это ну думаю ну что ответить сестре ну что сказать ну и говорю сестра ну если брать по закону если брать ну по-человечески то правильно да так и надо поступить взять написать письмо вот пластям чтобы это а если по закону Христа как мы должны поступить Христос говорит гнали меня будут гнать и вас ненавидели меня будут ненавидеть вас и все это вы претерпите за имя мое вот почему человек имеет скорби и страдания почему израильтяне ходили по пустыне 40 лет хотя там они могли бы буквально через 3 месяца прийти в то место и они пришли там и то то господь их привел к горе дал закон и так далее там они скинию сделали вот построили а потом они пришли к обитовой земле и буквально за их неверие за их непослушание господь их водил потом в течение 40 лет пока не вымер весь тот род который был исчислен в первое исчисление когда они вышли ну с Египта был весь исчислен народ от 20 лет и выше и вот все те кроме Иисуса Навина и Халева все пали костями в пустыне за что? Господь говорит для того чтобы узнать и испытать почему у нас в жизни нашей бывают скорби переживания трудности проблемы хорошо когда вот там ну не то что хорошо но как бы было было более легче переносить когда коммунисты гнали когда сажали когда притесняли ну как то оно все шло нормально были у нас братья которые страдальцы их семьи которые переносили к ним относились как бы особо почему потому что все таки это семьи которые переносили страдания лишения трудности им помогали присылали посылочки сегодня как бы за Христа таких гонений ну по крайней мере где мы живем мы говорим за это место ну и в России только пока сейчас в Узбекистане в России немножко есть притеснения но не сажают пока пока так нету насильственных есть какие-то административные вот по крайней мере где мы жили конечно в странах мусульманства где в Индии там или еще там есть и которые страдают наши братья и переносят трудности там действительно может быть перенося вот эти трудности испытания ну человек становится крепче тверже вере сегодня мы переносим подобные может быть испытания как я сказал сегодня прозвучал звонок и сестра там обижает или что там как получается апостол Петр говорит если это делают вам справедливо то значит вы боитесь вот ну не напрасно носит меч если он справедливо если не справедливо радуйтесь вот я читаю буквально первые стихи это послание Иакова второй стих с великой радостью принимайте братья мои когда впадаете в различные искушения с радостью принимайте на сегодняшний день у нас где-то получилось какая-то скорбь какие-то переживания и мы уныли до такой степени не уныли что и уже не можем и Господа поблагодарить апостол Иаков говорит с радостью принимайте когда впадаете в искушение с радостью принимайте когда у вас Господь испытывает ведь я всегда так говорю мы принадлежим Богу Богу всемогущему всезнающему всевидящему и может ли Бог нам как своим детям допустить испытания сверхмеры мы читаем в Евангелии от Луки 18 главе там одна вдова приходила и судье докучало да она просила вот защити меня от соперника вот и он потом говорит ну надоело вот надоело и хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь ну защищу вот надоело уже и там такие обетования Бог ли не защитит избранных своих вопиющих к нему день и ночь хотя что медлит вот такой пример недавно мне понравился вот Господь когда совершил чудо накормил пять тысяч человек вот и ученики увидели и ученики обрадовались вот такой нам нужен царь вот уже готовы были воцарить Иисуса а он их понуждает садитесь в лодку и плывите на другую сторону я не знаю почему было вот написано что он понудил их сесть в лодку и переправиться почему я не знаю или они как опытные все таки моряки рыболовы чувствовали что будет буря или же им не хотелось плыть от Иисуса потому что он только совершил такое чудо ну вот такой им то нужен царь вот время можно воцарить я не знаю но он их понуждает они плывут и начинается буря и он не в первую стражу не во вторую не в третью в четвертую стражу он идет к ним на помощь это приблизительно четвертая стража это где-то с трех часов до шести ночи вот в это время ну я думаю что они сели еще темно не было когда сели в девять часов они находились в море боролись вот с этими трудностями ну почему Христос не пришел к ним неужели он не знал знал что они борются с трудностями неужели он не мог бы в первую стражу прийти и сразу помочь они пристали потом написано к берегу вот нет он пришел в четвертую стражу он пришел тогда когда он знал что ему надо прийти вот и на сегодняшний день иногда когда у нас появляются какие-то скорби и мы начинаем обращаться к Господу и говорим Господи ну почему ты нам сейчас не отвечаешь у Господа дорогие слушатели братья сестры у Господа на все свое время на все свой план Господу нужно достигнуть нашего сердца нашего внутреннего состояния не для того чтобы мы жили хорошо не для того чтобы у нас было все прекрасно сегодня проповедуется евангелие благополучия нет сегодня Господь хочет достигнуть в трудных обстоятельствах достигнуть в нас свои цели поэтому он допускает нам переживания скорби страдания и все это для нашего же блага я думаю все слышали недавно случай когда молодые люди поехали туда в горы отдыхать это Юсимити парк и на глазах у молодежи уплывает один юноша 19 лет и исчезает исчезает и они ну он как получилось что ты подробности слышал да в общем ездил мой получается племянник и у него на глазах получилось они зашли было очень жарко зашли в воду по щиколотку и все стояли молодежи много было их вот и он взял и нырнул там так видно было ну течение не незаметно было никакого сильного течения вот вода как бы так чуть-чуть кружилась как это как заводь какая-то все он нырнул и готов был уже нырнуть мой племянник тоже вот уже готов был и когда он нырнул вынырнул вылез и его начало сносить вот и как бы он упал опять под воду и когда второй раз он вынырнул у него в глазах был такой страх вот было видно что он понял что он не шутит уже с ним не шутит вот вода это и когда он его опять снесло и ударило головой об камень и по всей видимости он наверное потерял сознание или как его сильно ударило и потом он как под воду ушел унесло на глазах у молодежи и вот я несколько дней вот оно у меня как-то в голове было это какие переживания для родителей там была его сестра которую держали которая хотела тоже за ним прыгнуть я не знаю искать его или что как там какие были побуждения вот по крайней мере вот очевидцы которые там были рассказывали почему господь допускает вот такие переживания молодежь потом вот ехали назад некоторые даже по дороге останавливались их тошнило от переживания большого на глазах у них вот это случилось и все видели в глазах его вот этот ужас он понял что это у него может быть что уже он ничего не может сделать это было моментально там была молодежь ну вроде вот протяни руку спаси никто не смог дерзнуть для того чтобы туда ступнуть в это и и для того чтобы спасти ну конечно после времени могли бы может взяться за руки или как но факт то что в тот момент сразу никто не сообразил страдания переживания и потом я думаю каждый каждый в своей семье вот тех кто там был может быть кто не был вот каждый сказал насколько надо быть осторожным во всех отношениях и насколько надо быть готовым ко встрече с господом молодой человек 19 лет вот до переживания для родителей но какой большой пример для многих которые ездят вот и будут ездить в эти без всяких страховок вот и говорят в юсимите каждый год уплывает вот гибнет очень много людей ну как бы по нашему человеческому почему там не сделают какую-то сетку или какой-то трос почему почему не сделают какие-то ограждения нет не делают потому что написано там опасная зона и заходить нельзя написано аналогично что-то в духовном плане почему господь сегодня не останавливает таким жестким как бы сказать ну жесткой рукой те кто идет не не по отношению к Богу кто от Бога за них молятся их предупреждает они может быть знают Писание знают Писание и почему-то Господь он настолько с сильной рукой их не останавливает как там не делают вот эти преграждения потому что человеку дана добрая воля и вот там есть предупреждение если предписанным предупреждением подчиняться то никто не погибнет вот все фактически сделано люди пренебрегают предупреждениями люди пренебрегают сегодня божьими предупреждениями поэтому Господь допускает скорби страдания для того чтобы люди люди могли остановиться в книге пророка в Иеремии похоже в 6 главе или Исаии в Иеремии написано остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних и идите по нему и там написано они сказали не пойдем сегодня сегодня вот такое состояние поэтому для того чтобы нас подготовить к вечности Господь допускает нам страдания ну я так по отношению этого немного сказал может потом что-то еще добавлю я думаю что да спасибо Саша действительно братья и сестры вот этот случай он потряс многие я думаю почти все церкви которые слышали об этом очень тяжело вроде бы молодежь несомненно и с молитвой это начинали ехали ну вот действительно Саша напомнил предупреждение которые у нас есть на дороге предупреждение о скорости предупреждение о движениях предупреждение куда можно заходить куда нельзя к сожалению пренебрегает с этими предупреждениями мне вспоминается один брат он говорит ну я в руке Бога и Бог меня сохранит вот я Богу доверяю я говорю Володя дорогой ну написано не искушай Господа Бога напрасно ведь Господь предупреждает если тебе дано предупреждение вот надо слушаться даже не со стороны Бога а со стороны властей которые говорят что вот здесь опасный участок туда не ходите здесь не плавайте вот туда не подымайтесь да к сожалению нас вряд ли слушает молодежь но дорогие радиослушатели братья и сестры родители дедушки бабушки беседуйте со своими детьми внуками предупреждайте их о том что где бы они находили чтобы они проявляли вот осторожность были благоразумны ну мы также вот говорим о том что страдания и действительно страдания когда за дело нас наказывают Господь говорит бойся потому что это есть допущение наказания за какие-то проступки а если мы переносим скорби несправедливо за имя Господа или может быть даже несправедливо вот как вот брат Александр вспомнил этот звонок кто-то звонит кто-то обвиняет говорят вот может быть власти вот мы живем здесь в Америке и не секрет что такие случаи бывают когда одна из обиженных сторон спешит звонить в полицию призывает значит власти чтобы они там закон не приближаться там на какое-то расстояние я сильно с этими знакомыми законами не знаком но слышал что есть и значит наблюдал и говорили об этом конечно это не Христов метод несомненно не Христов вот да если там какая-то угроза вот прежде всего молиться рассуждать и если действительно это угроза Господь покажет эту угрозу но если мы по каждому случаю будем призывать и как написано судиться со своими братьями сестрами власти власти призывать суд подавать вот ну это конечно не божий путь вот мы здесь прочитали ибо что за похвала если вы терпите когда вас бьют за проступки но если делая добро и страдая терпить это угодно Богу ибо вы к тому призваны почему потому что и Христос пострадал за нас оставив нам пример дабы мы шли по следам его он не сделал никакого греха не было лести в устах его и он был был злословием мы читающие евангелие помним насколько несправедливо его пытались оклеветать и делали эту клевету избивали злословили плювали вот но он не злословил взаимно пример страдания Христа вот висит на кресте Сын Божий Спаситель мира Иисус Христос избитый израненный оплеванный прибитый гвоздями к этому позорному кресту и руки распростертые они готовы обнять этот мир и он молится прости им прости пусть Господь научит нас также дорогие братья и сестры в нашей жизни идти путем Иисуса Христа к сожалению это не популярно и ну как многие говорят да надо так по закону его надо доказать все это сделать вот пусть знает нас пусть знает этот закон это ему не советский союз ну это уже и не Христов путь да я единственно только ну посоветовал прочитать это послание послание к римлянам двенадцатую главу я хотел бы прочитать может быть нас слушают те которые считают что их ну как бы обижают несправедливо есть на сегодняшний день как я сказал что здесь где мы живем в Америке нет тех которые гнали бы может быть за имя Христа никто нас не преследует но сегодня как бы изнутри нас часто обижают несправедливо где-то может быть на нас что-то сказали где-то что-то может быть сделали нам несправедливо и мы не знаем порой как поступить правильно что нам говорит слово божие давайте мы прочитаем из двенадцатой главы послание к римлянам из одиннадцатого стиха даже с десятого будьте братолюбивы друг к другу с нежностью в почтительности друг друга предупреждайте в усердии не слабевайте духом пламенейте году служите утешайтесь надеждаю в скорби будьте терпеливы в молитве постоянны в нужных в нуждах святых принимайте участие ревнуйте о страноприимстве благословляйте гонителей ваших благословляйте а не проклинайте радуйтесь с радующимися и плачь с плачущими будьте единомысленны между собою невысокомудрствуйте но последуйте смиренным не мечтайте о себе никому не воздавайте злом за зло но пекитесь о добром перед всеми человеками если возможно с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми не мстите за себя возлюбленные но дайте место гневу божию ибо написано мне отмщение я вас дам говорит господь и и поделая сие ты соберешь ему на голову горящие уголья не будь побежден злом но побеждай зло добром дорогие прежде всего конечно это слово касается лично моему сердцу и я тоже сказал сестре сестра дорогая ты думаешь что господь надо мной не работает господь надо мной работает может быть даже через самых близких людей вот и господь хочет чтобы прежде всего проверить мое сердце насколько я предан ему что в моем сердце ведь мы сегодня многие не можем сказать состояние своего внутреннего ну как бы сердца или состояние внутреннего мышления самым близким людям мы не можем сказать потому что если мы скажем то нас не одобрят но ведь господь знает наши мысли господь знает наши желания господь знает нашего внутреннего человека ему мы можем все сказать и если у нас не достает сил вот противостоять вот этому искушению которое нас иногда постигла то мы можем обращаться к тому кто все знает и господь может дать и силы преодолев все вот все искушения для того чтобы устоять и остаться верными ему ведь как я говорю господь хочет достигнуть цели в нас пока мы здесь на земле не тогда когда мы изменимся и встретимся с господом вот мы тогда изменимся и не будет того кто нас искушал кто нас обольщал кто на нас что-то говорил наговаривал там не будет но там не будет тогда и меня почему потому что я не преодолевал эти препятствия потому что я не мог простить потому что я не мог принести правильно дар свой к жертвеннику и господь прежде всего с меня спросит поэтому как хотелось бы чтобы мы вот именно когда может быть думаем что с нами поступает несправедливо нас обвиняют несправедливо вот как важно в такой момент предать это дело господу а самим вести себя вот как будто бы ничто не случилось как будто бы ничто не произошло вести себя так как всегда я вел я говорю вот если допустим ну написано что вы умерли для греха Ну подойди к мертвому человеку и говори о немильно бог ans будет он реагировать абсолютно подойдет к мертвому человеку и говорим о самое доброе хорошее что он самый лучший человек на свете будет реагировать абсолютно никак дорогие написано что вы умерли для себя для этой жизни для греха вот aldo а воскресли для новой жизни если мы умерли. И мы так обращаем внимание на то, что кто-то на нас что-то сказал. Где-то что-то нас не совсем поняли. И мы начинаем доказывать, доказывать своё. Опять и нас опять неправильно поняли. И получается не к миру, а только к расстройству, только к злобе. И здесь мы с вами прочитали «Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром». Дорогие, только можно зло, победить только добром. Я не знаю, я уже приводил пример. У нас соседи, они местные, вот как они, индейцы, или как они. На них никаких нет законов. Они занимаются, кто его знает чем, и только единственное, иногда полисы приедут, встанут с одной стороны и с другой, чтобы никому не причинили какого-то вреда там или ещё. Вот, и наблюдает. И они же сами вызывают, когда начинают у них дети там вести себя, кто его знает. Ну, дети уже взрослые. И вот много делают, просто неприятностей делали. Вот, и всегда я говорил и своим детям, они иногда, ну, когда что-то сделают неприятное, ну, естественно, наш внутренний человек, он возбуждается. Я говорю, никогда не победишь злого человека злом. Больше ожесточишь, больше, ну, как бы, его прогневаешь, или разгневаешь, и он больше сделает тебе зла. Если же этому человеку сделать добро, вот, то этот человек просто потом, ну, не за что будет ему делать, ну, как бы, зло. И стараемся со своей стороны никогда не допустить ничего. Придут что-то, попросят, ну, даем. Почему? Потому что, чтобы не было с их стороны зла. Дали один раз косилку, пришли наши, мы в Ренте живем, хозяева, говорят, почему вы дали? Вот случится что-нибудь с ними, отрежешь что-нибудь, и вы будете отвечать, потому что дали ваша вещь. Но после этого и не знаешь, как правильно поступать. Поэтому, дорогие, пусть нам Господь даст мудрости, чтобы вот во всех отношениях, когда мы будем доверяться Ему, когда-то Соломон у Бога попросил мудрости. И Господь говорит, за то, что не просил ты себе долгих лет жизни, богатства, душ врагов, а просил мудрости, вот мудрость дастся тебе, и всё то, что ты не просил, даст Господь. И вот здесь, в этом же послании Иакова, мы прочитали, Иаков предлагает, чтобы, когда впадаете в различные искушения, то принимали с великой радостью. И вот он там потом говорит дальше, что если у вас недостает мудрости, вот, то допросит у Бога просто и дастся Ему. Просто. сегодня, я думаю, что у нас часто недостает вот этой мудрости в тех или иных поступках, особенно, когда, может быть, у нас какие-то переживания или скорби, то трудно даже сориентироваться. Вы знаете, в основном так, человек, когда у кого-то болеет ребёнок, вот, или кто-то чем-то болеет, человек ему может посоветовать столько средств для того, чтобы, ну, вылечиться. Но когда сам заболеет, не знает ни одного средства, как правильно поступить. Кому-то советовать легче. Да, мы можем. Вот. Но когда сами мы в такой ситуации и не знаешь, как поступить, так вот, дорогие, будем знать, что у нас есть тот, который может нам посоветовать и который даёт нам правильные советы через Слово Своё, это Господь Иисус. Он всегда, если мы к Нему обратимся, Он всегда даст правильный совет. Он говорит, что Он даст эту мудрость, Он даст, как правильно поступить, Он даст, как правильно выйти с этого положения, даст мудрость на тот момент. Поэтому, как бы хотелось, ну, чтобы мы поступали правильно, вот, именно в это последнее время. Апостол Павел в послании к Евсианам говорит, итак, поступайте осторожно, осторожно, дорожа временем. Почему? Потому что в то время, в которое мы живём, дни лукавые, и оно действительно, сейчас всё это исполняется. На сегодняшний день, ну, настолько, настолько вот ополчился враг душ человеческих, особенно на христиан. Почему? Да потому что весь мир лежит возле, он весь принадлежит ему. Ему там, ну, так можно сказать, и делать нечего, потому что люди в основном живут во грехах, и больше утопают, и больше погрязают. А вот сегодня те, которые, как бы, стараются держаться истинной, стараются следовать за Господом, враг особо на них ополчается. И, главное, ополчается не откуда-то с далёкой стороны, откуда, может быть, ну, если бы ополчался, нуждали бы и защитились. А ополчается там, где вообще не ждёшь. Раз, и оказывается, как некогда подошёл Пётр к Иисусу и говорит, да не будет с тобой этого. Иисус увидел в нём не того, кого хотел бы увидеть. И он говорит, отойди от меня. Поэтому важно, чтобы мы всё-таки сознавали, в какое время мы живём, и что Господь, если нам что-то в жизни допускает, то Он допускает для нашего же блага. Да, интересно учить Слово Божье конкретно, если, говорит, колоден враг накорми. Существует много мнений по вопросу отношения вот в таких ситуациях. Иногда даже верующие говорят, ну, это невозможно так поступать. Что это, прощать, прощать, вот, нет, нужно наказывать. Пускай знает своё место, вот, виновен что-то где-то в суд на него подавать, штрафами его, пусть его воспитывают власти. Ну, а как вы, дорогие радиослушатели, как у вас отношение к этому вопросу? Популярно ли вот это евангельское учение сегодня, и должны ли мы держаться его строго, или, может быть, нужно переходить на какие-то вот светские отношения, чтобы привлекать судей, привлекать, значит, власть имущих, когда у нас в церкви бывают споры. Я напоминаю номер телефона 429-76-35. Пожалуйста, звоните, присоединяйтесь к нашему рассуждению. Интересный момент всё-таки, да, в Библии написан. Когда Елисей? Вот. А у нас звоночек, Саш. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Добрый вечер, братья, сейчас я выключу. Добрый вечер, братья. Добрый вечер, сестра. Очень хорошая, конечно, передача, конечно, любовь. Безусловно, всё по Слову Божьему. Вот. И такое печальное известие о этом молодом человеке. Вот. Нам печалится сердце. Хорошо, когда человек вот готовый уже. Вот в любой момент, что его Господь может взять, в любой момент, он может покинуть землю. А если не готовый. Поэтому мне очень хочется сказать коротенькое стихотворение, если можно. Да, пожалуйста, пожалуйста, конечно. Торопись, юный друг, Христа в сердце принять, что нам всем суждено, мудрено угадать. Наша краткая жизнь, ведь не в наших руках, пробьёт час, организм превратится в наш прах. А душа выйдет вон с оболочки земной. Едешь он приговор отойти в мир иной, а тот мир на пределы разбит. В одном вечный покой, другой мукой грозит. Может быть, скажешь ты, мы не так уж грешны? О, мой друг дорогой, ошибаешься ты, мы рождённы в грехах и от грешных людей. Сколько в наших устах неугодных речей, все у Бога они, в судной книге стоят, и в те грозные дни нас с тобой обличат. Торопись, благодать ещё ныне звучит, и грехи твои все кровь Христа может смыть. Чуден крови поток Иисуса Христа, для того он и тёк на гуфе с креста, чтобы грешников всех оправдать, убелить, в чудной славе своей навсегда поселить. Аминь. Аминь. Благодарим, сестички. Да, брат Саша что-то начал говорить, пожалуйста, Саша, продолжай осуждение. Интересный момент записан в книге у нас опять звоночек, может быть даже. Сейчас, брат Игорь покажет, да? Говорите, пожалуйста, выслушаю вас. Смиро. Смиро, сестричка. Вы слышите меня? Да, да, мы слышим, говорите, говорите. Приветствую. 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 Леонид, да? Да, да. Роман. И ещё кто-то? Александр, Саша. Саша. То есть, да, да, Сашенька, Сашенька, миленький, дорогой, я Лия. И вот сестра рассказала коротко и ясно любвеобильное стихотворение. Дети Божьи, как хорошо, что есть радио. Дети Божьи, как хорошо, что вы от души свидетельствуете о великом Боге. Слава Господу, что Господь не отнимает таланты, а умножает. И правильно вы говорите, чем больше мы прощаем, чем больше мы добро делаем, чем больше отдаём, тем больше Господь радуется. Но это большая история. Мне уже 7-6 лет, проработала я 59 лет на одном месте. И вы знаете, первый секретарь Москвы сказал, почему не сказали, что Хакимова уехала? Я бы закрыл все границы и закрыл сихозтехнику, потому что Бог даёт таланты. И свидетельствовали, столько уверовало людей. Почему, братья? Потому что вы являетесь светом. И нам Бог сказал, нужно светом быть. Аминь? Аминь. И вот смотрите, хороший пример, небольшое стихотворение Вера Осипова. Разрешите раз... Да, пожалуйста, пожалуйста. На примере богача и лазаря надо бы усвоить нам урок. Участь в небе мы свою обязаны здесь решить, пока даётся срок. Был богач, усердно занят пиршеством, но не видел лазаря нужды. А когда расстался он с излишеством, то он слышал в небе подожди, захотелось и в раю попраздновать. На земле им восторгался свет, только рай и ад довольно разные, и дорожки между ними нет. Так и мы порой по жизни шествуем, набираем скорость на подъём, но забыли о Христе пришествии и что может завтра мы умрём? Не поможет там образование. Богословский высший институт не помогут титулы и звания и знамения пользы не дадут. Вход на небо есть лишь возрождён на му. Кто здесь жизни послужил другим, на кресте Христом приобретённому и кого Иисус назвал своим. Пусть послужит нам для убеждения незавидный богача финал. Все гряду звучит предупреждение. О, человек, торопись, пока не опоздай. Аминь. Аминь. Благодарим, сестрищка. Спасибо. Да, пожалуйста, Саша. Я говорю, интересный пример оставлен в книге царства. Это когда Елисей и Геезия были в доме там на горе и вот Геезия выходит и говорит «Увы, господин, полчище, полчище». Ну и потом, когда он открыл глаза слуге, господь открыл глаза слуге, он увидел, и потом господь поражает слепотою этих воинов, и он приводит их в центр города Самарии. И царь самарийский, царь израильский говорит, ну давай мы их здесь и побьем, ну вот привел все. Он говорит «Не, ты не мечом их сюда привел». Вот накорми, накорми и отпусти. И написано, что а он накормил их и отпустил, и те воины больше не ходили в землю израильскую. Вот интересно, да, Божий метод. Вот накормили, накормили, напоили и отпустили. И нету, как бы сказать, причины воевать. Интересно, да, вот если бы они их убили, другие бы воины пришли, разрушили бы и эту Самарию и разбили, это вражда, раздули бы вражду. Божий метод нет, Божий метод утихомирить, успокоить, вот, чтобы была взаимная любовь, взаимное понимание. Интересно, да, вот ты, Лёнь, сказал вначале, что было, ну, два брата всего на земле, да, Каин Авель, и Каин восстаёт, убивает, и можно, как бы, по-человечески осудить, ну, Бога, да, каким образом? Ну, Господи, почему ты у Авеля принял жертву, а у Каина нет? Почему? Ну, вот он-то, он-то-то восстал на брата, почему? Потому что жертва его была принята, а Каина-то не принято. Так вот, сегодня, сегодня, почему восстают братья на братьев? Потому что нет любви. Я думаю, что если бы у Каина было бы сердце любящее, как у Авеля, то Бог на его жертву презрел бы. Хотя он принес не от первородного, он принес от плодов земли, да, принес? Да, Господь не презрел не потому, что, я думаю, он принес от плодов земли, а потому, что у него сердце было жестокое, жесткое. И когда Господь его предупреждает, Каин, у порога грех, у порога сердца твоего грех, он влечет тебя, но ты господствуй над ним. Было предупреждение Божие. Сегодня Господь предупреждает, сегодня Господь предупреждает нас, жителей последнего времени, предупреждает о том, через все вот эти события, которые совершаются здесь, на земле, Он говорит, что скоро-скоро Он придет. Каково наше состояние на сегодняшний день? Я думаю, каждый, каждый должен проверить в свете Слова. А лучше, а лучше, если мы как, псалмопевец Давид в 138-м псалме говорит, испытай Ты меня, Божий, испытай. Если мы себя начнем испытывать, ну, мы себя, как люди, готовы давать какие-то поблажки, снисхождения, ну, как бы, говорить, что были такие обстоятельства, были с какой-то стороны, может быть, ну, побуждения к этому. А если мы скажем Господу, Ты испытай меня, то Господь нам все откроет. Он откроет наше внутреннее состояние. Он откроет, чем наполнен наш разум. Он нам откроет. И сегодня, вот как псалмопевец когда-то говорил, что испытай и узнай, и направь меня на путь. И вот сегодня хотелось бы, чтобы Господь направлял нас, потому что, живя в последнее время, как вот эти моменты, события говорят, что Господь может допустить в любой момент для каждого человека, встречу с Господом, для каждого человека, в любой момент. И как будет печально, когда человек встретится с Господом и не подготовившись. Сегодня Господь готовит свою невесту, готовит церковь для того, чтобы взять ее, для того, чтобы встретиться с ней. Вчислили мы тех спасенных сегодня каждому, пусть Господь задаст этот вопрос и покажет, я в числе или не в числе. Потому что, действительно, допуская вот эти скорби, переживания, трудности, проблемы, Господь больше хочет поработать над нами. Я думаю, что если бы Иов, который перенес столько страданий, знал, что вот в конце его страданий вот такой итог будет. Это от Господа, и Господь просто его испытывает. Господь просто хочет достигнуть в нем цели. Когда-то Иов полагался на свою праведность и говорил, что если меня поставить на весы, то я перевешу. Он надеялся на свою, можно сказать, самоправедность. Он действительно был праведный, потому что Господь дает оценку, что он был справедливый, непорочный, богобоязненный и удаляющийся от зла. Это качество, которое Господь о нем говорит. Но он полагался на свою вот эту праведность. А когда он сказал, теперь кладу руки на уста, и оказывается, я-то не прав перед Богом. Поэтому если мы хочем показать Господу свою праведность и доказать, что мы праведны, то не стоит этого делать, потому что праведность наша это Христос. Буквально недавно мы на эту тему беседовали, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, так вот наша праведность это Господь Иисус Христос. А если мы будем надеяться на свою самоправедность, то не знаю, сможем ли мы устоять перед Господом. Пусть Господь поможет нам действительно быть ближе к Нему, больше доверяться и уповать. И вот через библейские вот эти примеры, уроки, как много их оставлено нам на страницах Священного Писания. Вот мы стали ленивые. В каком плане ленивые? Стали мало читать Слово Божие, мало молиться. Когда были там в России трудности, переживания, голод, вот сколько мы читаем рассказов, когда дети с родителями стояли на коленях, дети просят у родителей, а родители говорят, мы не можем вам дать, просите у Господа. И дети вот с такой верой просят у Господа, Господи, пошли нам то или иное. И Господь посылал, Господь укреплял веру вот этих детей. Взрослые потом со слезами смотрели на эти моменты и говорили это только рука Божья. Я вспоминаю один момент, это из истории читал. Один брат, он, ну, его заточили на крайний север куда-то, и он там как бы был уже на вольном поселении, и к нему приехала жена. Ну, и он там построил где-то там за речкой, домик, и я не знаю, каким делом занимался, я точно не помню, но помню этот момент, что у него приехала жена и родилась ребенок, дочка, сын, я точно не помню. Вот, и этот ребенок сильно заболел, и когда врач к нему там пришел и говорит, что нужно рис, срочно нужно рис, и отваривать рис, и ему давать, он, ну, где я в тайге, сейчас вот найду рис, ну, где, и они, ну, когда молятся Господу, Господь, ты знаешь эту нужду, ты допустил, ты знаешь, мы тебя открываем, и вот он как-то подошел к речке и смотрит с той стороны, а уже как бы лед тронулся, это было еще холодно, но лед тронулся, и с той стороны сюда хочет на лошади переехать человек, и вот он несколько попыток делал, вот, его там раз опять, раз как-то опять это, и все-таки он переехал, и говорит, называет фамилию этого человека, говорит, вы не знаете такого человека я ищу, вот, он говорит, знаю, это я, говорит, вам вот пришла посылочка, вот, и когда они взяли эту посылочку, открыли, там был рис, вот, и они дали потом своему ребенку, ребенка спасли, я не знаю, что за болезнь была там, все, но насколько они были благодарны Господу, Господь вот в нужный момент, в нужный момент побудил какую-то сестру, которая за полгода до того момента, когда им понадобилось, собрала эту посылочку, и она не могла ничего отослать, кроме риса, и вот Господь вот так чудно позаботился наперед, вот, что, зная ту нужду, которая будет в той семье, через вот эту сестру, которая послала эту посылочку, сегодня Господь знает также все наши нужды, Господь наперед все знает о нас, вот, если мы по-детски будем доверяться Ему, даже в искушениях, трудностях, переживаниях, Господь обязательно пошлет просимое по воле своей. Да, великие чудные пути Господни, поистине, я думаю, братья и сестры, мы все переживали такие моменты, когда были трудности, искушения, переживания, и вот зайдешь в комнату, скажешь Господу, поплачешь, откроешь Ему все, и на сердце облегчение, а через какое-то время видишь ответ на молитву, вот, и каждый из нас имеет такие свидетельства жизненные, когда Господь, проведя, проведя какими-то испытаниями, искушениями, трудностями, Он потом посылал необходимое. И сегодня, я думаю, мы согласны со Словом Божьим, как Господь нас учил, что лучше все-таки быть незаслуженно злословиями, незаслуженно притесняемыми, вот, за имя Христа особенно, может быть, даже и не за имя Христа, а так нас кто-то клевещет, вот, кто-то говорит что-то плохое, вот, есть такая песня, так бывает порою, вот, на хороших людей кто-то скажет плохое и разлучит друзей, да, то есть, бывают такие случаи, говорят плохое, поношение какое-то, а мы все это Господу отдаем, вот, и Господь справедливость восстанавливает, и затем с течением времени мы видим ответ, и то мнение, что нужно обращаться к судьям, нужно судиться, нужно доказывать, нужно сажать, естественно, это не евангельское учение, и кто придерживается подобного пути, мы недавно говорили, многие скажут в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы совершали, а он говорит, отойдите, я не знал вас, делающий беззаконие, то есть беззаконие, это идти путем мира, путем доказательства, сажать кого-то, пускай наказывают его, пускай его притесняют, вот, и доказывать свою правоту, вот, такими методами, это, естественно, беззаконие, так мы считаем. Дорогие радиослушатели, если, может быть, у вас какие-то другие мнения, вот, сейчас уже время подходит передачи к концу, но в следующий раз мы опять можем вернуться к этой теме, и если у вас есть какие-то добавления, рассуждения, вы можете поучаствовать, поделиться своими понятиями. В следующий раз мы будем продолжать, также, это первое послание Петра, третья глава, мы и в прошлый раз говорили, но сегодня у нас не хватило времени перейти туда, я еще раз прочитаю, вот, так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемые были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом, ну и дальше идут рассуждения, ну тоже для современного христианства непопулярная тема, особенно, когда... повиновения, ну и повиновения, и тут вот плетение волос, золотые уборы, нарядность в одежде, ну, такие мнения говорят, надо на полную катушку, пока живем, золото, пять-шесть колец, даже можно и в уши засунуть, и в нос, вот, и прочее, прочее, и что тут для Бога, это никакой разницы, то есть разные мнения абсолютно бывают, я думаю, мы можем порассуждать и о повиновении, о молчаливом, кротком духе у жен, у сестер, вот, о братьях, которые должны обращаться благоразумно, как с мощнейшим сосудом со своими женами, я думаю, эта тема не перестала быть актуальной. Сейчас я попрошу брата Сашу совершить молитву, и наша передача будет закончена. Пожалуйста, Саша. Склонимся для молитвы. Наш Небесный Отец, мы сердечно благодарим Тебя за Твою милость, любовь и заботу о нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за те трудности, переживания, скорби, которые Ты допускаешь в нашей жизни, потому что через это Ты хочешь показать нам наше внутреннее состояние, через это Ты хочешь, Господь, поработать над нашим внутренним человеком, чтобы мы были смиренными, чтобы мы были сокрушенными, чтобы мы полностью доверялись Тебе в тех или иных ситуациях жизни. Господь, если мы сами отойдем в сторону и дадим Тебе простор, Ты сам, Господь, будешь за нас совершать наше спасение. Господь, благослови нас и помоги нам. Благодарность Тебе за эти рассуждения, которые мы имели здесь. Благослови нас на эту предстоящую неделю и наших радиослушателей, благослови, чтобы все это служило к нашему духовному возрастанию и к славе имени Твоего. Наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. 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 Продолжение следует...